Девушки отдыхают Жила-была фея. Она очень не любила дождь и от сырости всегда чихала золотой пыльцой. Зато, как и все феи, она очень любила все блестящее и мечтала сделать сверкающим все вокруг. И начала она свой блестящий проект с того, что лежала под ногами, с листьев. Собираем желтые осенние листья. На всю поверхность листа наносим кисточкой прозрачный канцелярский клей. И щедро посыпаем золотистым глиттером. Встряхиваем лишнее. Отрезаем стебельки. У основания с тыльной стороны приклеиваем ленту соответствующего цвета. Используем термоклеевой пистолет. Такими блестящими листьями можно украсить весь городской пейзаж. А еще квартиру или фотосессию. А можно просто добавить блеска в серые будни. Мы с подругой пьем чай. Вдруг нам приходит сообщение с приглашением на день рождения. Отлично! Время веселиться! Сперва приготовим открытку и подарок. Складываем бумагу в несколько раз. От уголка рисуем лепестки цветка. Вырезаем. Обводим готовые цветочки на плотной бумаге. И наклеиваем двусторонний скотч. Вырезаем. И посыпаем липкую сторону глиттером. Добавляем золотую серединку. По такому же принципу делаем сердечки. Вырезаем, обводим и добавляем блеска. Теперь берем основу под открытку. Сворачиваем вдвое и клеим подложку из скраб бумаги. Приклеиваем наши цветочки. Заворачиваем подарок в упаковочную бумагу. Обвязываем лентой. Делаем бантик и украшаем обертку блестящими сердечками. Поздравительный комплект готов. Осталось только подписать открытку. Подарки сияют ярче, чем мой наряд. В такой одежде нельзя идти на вечеринку. Все та же проблема. Снова нечего одеть. Успокойся, я знаю решение. Нам нужно вызвать модную фею. Вот у меня в журналах осталась ее волшебная визитная карточка. Поколдуем немного. На листе бумаги рисуем силуэт единорога. Покрываем фигуру клеем ПВА и приготовим разный глиттер. Начнем с оттенка потемнее, золотого. Высыпаем его на рисунок. Затем добавляем розовый глиттер. И заканчиваем серебристым. С помощью кисточки смешиваем блестки и растушевываем границы. Встряхиваем лишнее. У нас получился блестящий единорожек с эффектом амбре. Фея, фея, появились! Похоже, она не слышит. Может, улетела на неделю моды в Париже? Но моя подруга никогда особо не верила в магию. Она решила, что это пустая затея. А фея тем временем взялась за декор мира всерьез. Она наколдовала флажки. А вот только как их подвесить? С помощью блестящих прищепок. Берем обычные деревянные прищепки. Смазываем боковые стороны клеем ПВА. И посыпаем глиттером. Чтобы блестки не осыпались, покрываем их сверху слоем лака. И все остается на своих местах. Настоящая гламурная вечеринка прищепок. Она подвешивает флажки на дерево. Ну что это? Кажется, ее кто-то вызывает. Я все-таки хочу доказать подруге, что моя фея реальна, а мой единорог волшебный. Фея, фея! Ой, неужели получилось? Да ведь это настоящая фея! Картинка с единорогом оказалась и правда магической. Но, похоже, фея не в духе. Ей помешали украсить мир. А ведь у нее были такие грандиозные планы. Фея такая мягкая и блестящая. Фея, а ты можешь и нам сделать такие ресницы? Реснички подмигивают тебе. Добавим блеска. Накладные реснички прокрашиваем до серединки, клеим на водной основе. И опускаем в блестящую массу. После высыхания наносим еще один слой клея, чтобы блестки никуда не убежали. Такой сияющий взгляд сделает из тебя фею на любом празднике. Фея согласилась помочь нам подготовиться к вечеринке. Что же она наколдует? Ой, у подруги появились зеленые ушки. Да, костюм царевны лягушки не то, на что я рассчитывала. Подруга смеется и фотографирует меня. Ведь это реальный снэпчат. Смейся, смейся. Посмотрим, что достанется тебе. Упс, пора делать ноги. У подруги появились собачьи ушки. В таком наряде можно идти только на вечеринку в детский сад. А фея еще хочет запечатлеть нас на фото. Улыбочку. Ладно, я же добрая фея. Поменяю ушки на обруч единорога. Из белой бумаги сворачиваем рожок. Склеиваем уголок и отрезаем лишнее. По основанию делаем небольшие вертикальные надрезы. И загибаем их внутрь. Приклеиваем рог на обручи для волос. Смазываем поверхность рога прозрачным клеем. И посыпаем золотой волшебной пылью. Фиксируем блестящую укладку единорога лаком для волос. Из квадратиков бежевого фетра вырезаем два ушка. Скругляем концы. Делаем надрез у основы. И склеиваем крест-накрест, чтобы придать объем. Приклеиваем ушки к обручу. А окружим золотой рог цветами. На цветной бумаге рисуем спираль. Вырезаем. Придерживая внешний конец пинцетом, закручиваем спираль в плотный бутон. Основание приклеиваем к серединке. Также скручиваем ажурные розочки. Настоящий танец цветов! Украшаем обруч искусственными тычинками, бумажными цветами, блестящими ягодками. Чуть подрезаем ушки. Какой красивый единорожек! А что фея приготовила мне? Наше главное действующее лицо – белое перышко. Наливаем немного клея ПВА. И с помощью кисточки смазываем кончик перышка. Насыпаем сверху золотой глиттер. Украшение готово! С такими блестящими перьями я точно райская птица. Так, теперь возьмемся за наряды. Для блестящего выхода я приготовила блестящие туфли и колготы. Туфли с поцарапанным каблуком легко превратить в самую яркую обувь для вечеринки. Смазываем некрасивый каблук прозрачным клеем. И осыпаем золотыми блестками. Также позолотим танкетку. И закрепим результат лаком для волос. Для звезды вечеринки нужны особые колготки. Приготовим тонкие колготки телесного цвета. Вкладываем внутрь картонку из упаковки. Из картона вырезаем звездочку. Прикладываем трафарет к колготам. Закрашиваем звездочку, клеем на водной основе. И обильно посыпаем глиттером. Лишние блестки аккуратно стряхиваем. Но чем не Мерлин Монро? Такой фееричный выход гости вечеринки запомнят надолго. Только смотри, чтоб тебя не сбила с ног звездная болезнь. Ах, хороша я хороша. Звездные колготки и блестящие туфли. Что еще нужно девушке для эффектного выхода в свет? Добавим немного блеска нашим скулам. Сделаем хайлайтер из тонального средства. В крышечку наливаем тональный крем. И добавляем немного косметического глиттера. Хорошенько перемешиваем. Как по волшебству, кожа приобретает нежное мерцание. Красота! А мне фея подарила блестящий Эос. Разбираем пустой контейнер от использованного бальзама Эос. Смазываем крышку маслом. Растапливаем гигиеническую помаду. Насыпаем пищевой глиттер в крышку от контейнера. И наливаем помаду. Тщательно перемешиваем палочкой. Закручиваем решетку и доливаем растопленную помаду. Оставляем застывать. Готовый бальзам вытаскиваем из крышки. Вставляем в контейнер. Теперь мои поцелуи точно запомнятся надолго. Если блестящих губ мало, то дополним макияж сверкающим маникюром. Особенно, если ногти уже отросли. Поход в салон только завтра, а вечеринка уже сегодня. Для тебя наш лайфхак. Для обновления маникюра используем глиттер для ногтей. Отросшую часть ногтя покрываем прозрачным лаком. И с помощью кисточки наносим глиттер. Стряхиваем лишнее. Маникюр для снежной королевы готов. Мы феерично появляемся на вечеринке. Однако она больше похожа на онлайн-встречу. Видимо, веселье еще не успело загрузиться. Объявляем блестящий залп из нашей хлопушки. Нам понадобятся картонная гильза от туалетной бумаги, воздушный шарик, ножницы и глиттер. От шарика отрезаем тонкую часть. Отмечаем размер картонной трубочки на бумаге. Вырезаем полоску нужной ширины и обклеиваем гильзу. Лишнее отрезаем. Натягиваем на нее шарик. И засыпаем внутрь блестки. Теперь достаточно лишь оттянуть кончик шарика, и блестки выпрыгнут наружу яркой радугой. Но сверкающий взрыв не производит веселящего эффекта. Хорошо, что у феи есть идея. Она наколдует веселую фотосессию с бутафорией. Сделаем усы удивительной красы. На бумаге обводим круглую баночку. Пририсовываем к ней остренький ус. Вырезаем половинку уса. Обводим ее на черном картоне два раза в зеркальном отражении. Вырезаем. Покрываем усы слоем клея. И посыпаем черным глиттером. Теперь сделаем корону. Из желтого картона вырезаем силуэт с четырьмя ровными зубцами. Смазываем поверхность канцелярским клеем. И добавляем по золоту. Лишние блестки, которые остались после творчества, можно пересыпать обратно в сухую баночку. Добавим блестящий бантик. Из бумаги вырезаем трапецию. Дважды обводим на плотной бумаге в зеркальном отражении. И вырезаем форму бантика. Смазываем клеем. И покрываем синим глиттером. Сделаем еще круглые очки. На бумаге обводим стакан. Затем берем стаканчик побольше. И обводим еще один внешний круг. Вырезаем получившееся кольцо. Обводим силуэт кольца на плотной бумаге. Рядом делаем еще одно. И проводим между ними мостик. Получились модные очки в стиле Элтона Джона. Вырезаем. Наносим на оправу клей. И подставляем под блестящий розовый дождь. Осталось приклеить нашу блестящую бутафорию на деревянные палочки. Для этого используем термоклей. Вместо телефона лучше взять наши блестящие украшения. И устроить селфи-вечеринку. Только после блестящей вечеринки вся одежда в глиттере. Без паники. Блестки легко убираются с помощью полоски скотча или липкого валика. А с кожей можно убрать глиттер с помощью масла. Наносим растительное масло на ватный тампон или ватный диск. И протираем кожу в глиттере. Почувствуй себя феей. Пиши в комментариях, какая блестящая идея понравилась тебе больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео. Подписаться на наш канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые блестящие видео.